Гипноз и активное самовнушение, Сергей Кутков. И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот, видимо, смутила моя формулировка психогипнотерапевт одной из наших слушательниц, и она спросила о том, как это может быть и психотерапевт, и гипнотерапевт. Вот вы начали отвечать, что коллеги, может быть, с вами не согласятся в чём-то. Да, не согласятся в том, что обычно у нас считается, что гипноз — это такое воздействие против воли человека, там, спи, положили человеку что-то в голову, человек стал как маринетка потом действовать. Нет, вовсе не так. Гипноз — это, прежде всего, согласие и сотрудничество. То есть это способ достучаться до ресурсов. И психотерапия как раз этим занимается. Любой вид психотерапии мы возьмём, там всё равно есть гипнотические феномены, концентрация внимания, транс. Доступ к ресурсам, переработка информации, переработка убеждений, моделирование будущего — это всё гипнотические феномены. Поэтому, в принципе, я считаю, что любой психолог, консультирующий любой психотерапевт, хотя бы азами гипноза, классического гипноза, для того, чтобы быть просто более влиятельным, чтобы клиенты лучше слушали, должен владеть. Ну и, конечно, для тех, кому эта техника, направление подходит, те развивают это более сильно. Да, мне нравится гипноз, я работаю в этом ключе. Мне кажется, я его везде использую, даже когда об этом не думаю. Да. Я надеюсь, что ответил на этот вопрос, и идём дальше. Да, идём дальше, спасибо. Как раз вот к гипнозу, я думаю, вопрос подходит. Мужчина 45 лет, он спрашивает, как притянуть деньги. Слышал, что можно как-то настроить себя на денежный поток. Вот можно ли это сделать с помощью гипноза или самогипноза? И можно ли это сделать с помощью той книги, которую вы показывали в одном из эфиров и называли? Ну это как раз вот книга «Самогипноз и активное самовнушение». Ах, да, загипнотизируйте меня, чтобы открылся денежный поток. Да. Да, это похоже на какую-то магию. Но, наверное, не всё так волшебно. Часто бывает, что у человека есть ограничения в виде убеждений, которые запрещают, которые препятствуют преодолеть какой-то финансовый потолок, какие-то финансовые границы, когда человек может, да, может, но не позволяет, потому что где-то там прадедушку раскулачили, и поэтому идёт вот это бессознательное убеждение, что лучше, чтобы тебя не замечали. А любой достаток выше среднего, да, это уже кто-то заметит, кто-то об этом узнает. Не высовывайся. У нас же в обществе очень много негативных отношений, негативного отношения к тем, кто чем-то выделяется, в том числе и достатком. Поэтому эти убеждения можно переработать с помощью гипноза. С помощью самой гипноза возможно, да, конечно, это будет подольше, я так думаю, но возможно. И человек после транса или после 10 трансов не то, что выйдет и найдёт сразу там 100 миллионов или выиграет в лотерею, да, это глупая идея, но что-то щёлкнет, человек начнёт думать, действовать по-другому, общаться по-другому, и тогда результаты проявятся в жизни. У меня, кстати, был как-то клиент, с которым мы работали, у него было ужасное убеждение от мамы. Дело было, ну, лет, наверное, 7-8 назад, на него случайно вышли. Молодой парень, который работает руками, он занимается, ну, как это называется, отделкой, ремонтой, и у него постоянно были неприятные ситуации, там, заказчики ему платили мало, там, недоплачивали и так далее, и так далее. Вот после того, как мы с ним поработали, мы потом посчитали, где-то в течение месяца его доход вырос в 4 раза, в 4 за месяц. Вот так. Он делал то же самое, да? Просто отношение изменилось, он стал по-другому общаться, стал по-другому брать деньги, в 4 раза. Как будто бы как разрешил внутреннее какое-то разрешение для себя. Вот ещё, может быть, тоже к этой же теме, к теме достатка. Женщина 43 года, сотрудник среднего звена. Я старательно, ответственно в работе, начальство почему-то не замечает мои труды. Мне очень обидно, и я даже подумываю уйти, но опыт и коллектив жалко. Вот так кардинально менять. Ну вот, а как тогда достучаться до начальства, чтобы заметили, и платили больше? Ну да, как в НЛП, да? ХСР, хорошо сформированный результат. Чего хочу? Хочу, чтобы меня заметили, чтобы оценили и как-то вознаградили. Для этого стоит собрать все убеждающие моменты, которые действительно доказывают её пользу для организации, для данного конкретного руководителя, с кем она хочет вести переговоры, собрать информацию о том, когда лучше разговаривать с руководителем. Потому что есть настроение, есть ситуация, когда это уместно, когда нет, какими словами, что лучше всего работает. Может быть, если есть люди, которые могут за неё замолвить слово, это будет хорошо влиять, она может найти вот эти источники влияния, поговорить с кем-то, попросить, чтобы за неё тоже сказали. Подготовить почву, и в подходящий момент прийти и поговорить, что так, так и так, да, вы видите вот это, вот это, вы слышите, чувствуете вот такие результаты, поэтому пам-пам-пам. То есть, конечно, эти переговоры стоит готовить, готовить. Спасибо. И обязательно заявить, потому что если человек просто ждёт, ну как, ну работает же, нормально. Молчит же, ничего не говорит. Молчит, да, ничего не надо, чего ещё надо. И когда человек работает, ну, ему кажется, что все замечают, все видят, а с точки зрения начальника, может быть, это обычно так и должно быть, и ему вообще не до этого человека, не до этой работы, потому что совсем другие задачи перед этим стоят. То есть надо привлечь внимание, привлечь, как в том анекдоте. Ну да, мы часто же надеемся на то, что наши мысли и наши желания угадает тот, кто рядом. Да, да, да. А он о них и понятия не имеет. Да. И есть вопрос из другой темы. Женщина, 42 года, прямо она так сразу начинает с такой формулировки «свекровь пьёт кровь». Живём вместе, она контролируется, её нос везде перетягивает, как одеяло, внимание мужа, мужа моего на себя, и уже скоро ляжет с нами спать. Что делать? Нервы сдают, но разъехаться не вариант. Да, сложный вопрос. Почему? Потому что здесь, как я предполагаю, изначально есть ошибка выбора, потому что одно из противопоказаний для того, чтобы строить отношения, это когда партнёр не оторвался от родителей. Ну и обычно от мамы. Неважно, это бывает. Мужчина, который привязан к маме очень сильно, психологически женат на маме. Бывает женщина, которая с мамой психологически связана, и даже если появляется брачный партнёр, появляются дети, часто эта связь сильнее, чем связь со своим партнёром. Вот. Первое. Второе. Ну, ей стоит просить поддержку мужа, потому что прямо если она будет противоречить свекрови, это будет типичный скандал, ну, и так там конфликт этот есть. Вот. Более хитро это просить поддержки у мужа, пожалуйста, поговори со своей мамой, чтобы она пусть вот так, вот так. Потому что по-хорошему он должен быть на её стороне. Новая семья имеет приоритет перед родительскими отношениями. Вот. А с такими просьбами можно обращаться несколько раз или всё-таки, допустим, ограничить, ну, вот раз попросила, два попросила, не сделал, и уже какой-то другой, или постоянно как-то? А вы же знаете один из принципов общения. Повторение. Многократное повторение. Многократное повторение. Многократное повторение. Понятно. У нас остаётся минут пять, наверное, остались вопросы про, как избавиться от тревожности. Вопрос про то, что мужчина обрекает, что он не может поддержать разговор, не читает газеты, не смотрит новости. И вопрос ещё один про то, почему срываюсь с диет. Вот. Что из этого мы сможем? Давайте лучше про диеты. Давайте про диеты. Женщина 37 лет, сажусь на диеты разные уже, много чего испробовала. Есть результат, но он временный, после я срываюсь, что я делаю не так. Сам способ не тот. Дело в том, что когда человек садится на диету, сразу в голове закладывается мысль, что сейчас я посижу на диете, а потом, то есть тот образ жизни, который привёл к последствиям, видимо, ради которых человек садится на диету, ради борьбы с которыми, он заранее проецируется на будущее, что через какое-то время это всё вернётся. То есть диета рассматривается как временное мероприятие. Это раз. Второе. Часто диеты и физически трудны, потому что человек в это время получает мало энергии, мало питательных веществ и даже просто мало вкуса, мало удовольствия. И трудны психологически, потому что теперь в гости не пойдёшь, там же это нельзя, теперь надо есть отдельно или есть не те продукты. Вот женщина пришла с работы, она приготовила себе эту постную грудку и какой-нибудь лист травы невкусной, а тут дети прибежали и съели то, что мама приготовила, она теперь сидит голодная, потому что она не будет есть котлеты. Понимаете, сколько всего накручивается? То есть у человека накапливается дискомфорт и физический, и психологический. И рано или поздно этого дискомфорта становится столько много, что невозможно терпеть взрыв, всё, наступает разочарование и в выбранном способе, и в себе. Поэтому здесь сам способ плох. Если человек хочет что-то сделать со своим питанием, со своим весом, со своим фигурой, нужно ориентироваться, а, на то, чтобы это было комфортно, и, б, надолго, что я так могу жить всю жизнь оставшуюся. Поэтому выбирать очень-очень мягкий, хороший, спокойный подход. Ну, в частности, это интуитивное питание. Которому тоже можно научиться. Можно научиться, да, это простой навык, который учится, осваивается, встраивается достаточно быстро. В нашей книге он есть, и я про это рассказываю.